Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник. Тему этого вебинара я предлагаю определить вам в нашем телеграм-канале. Мы запустим голосование, предложим совершенно разные топики на выборы и, соответственно, та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Но единственная ремарка, вебинар состоится не в 16.00 по московскому времени, как и всегда, а в 15.00, поэтому имейте в виду. Ну что ж, на этой неделе нас ожидает очень много макроэкономической статистики из США. И главный релиз, который впереди, это данные по американскому рынку труда Non-Farm Perils. Мы этот отчет ждем с вами в пятницу. Традиционно перед выходом Non-Farm Perils будет статистика EDP в среду, которая позволит нам подготовиться именно к официальному отчету. И, учитывая то, что данные по Non-Farm Perils, они, конечно же, влияют на действия и риторику американского регулятора и вообще на перспективы изменения американской монетарной политики, будем готовиться к очень серьезной волатильности и интересным движением по американскому доллару. Сейчас индекс доллара завяз чуть выше 104 пунктов, и я надеюсь, что с появлением вот этих вот фундаментальных триггеров покупатели, прежде всего, они найдут достаточно основания для того, чтобы продолжить давить, опять же, и на продавцов, соответственно, и отправить котировки этого инструмента поближе к уровню 104.50 и к нашей долгосрочной цели 105 пунктов. Я по-прежнему уверен, что прежде, чем мы с вами начнем шортить американскую валюту, на ожиданиях все-таки того, что ФРС рано или поздно начнет смельчать экономическую политику, мы сможем по максимуму использовать потенциал текущего среднесрочного, скажем так, роста и точно доберемся до уровня 105 пунктов. Сегодня на повестке экономического календаря в 14.00 по GMT индекс АСМ производственного сектора США. Важный компонент состояния американской экономики, поэтому, разумеется, этот отчет нужно будет проанализировать. В среду нас ожидает, как я уже отметил, отчет ИДП по рынку труда, частная оценка того, сколько мест было создано вне сельскохозяйственного сектора. Также в этот день выйдет АСМ сфера услуг и будет опубликована статистика по инфляции в еврозоне. И в пятницу, опять же, главнейший релиз недели, нонфармы, мы будем готовиться к этой статистике на протяжении всей этой недели. Сначала проанализируем ИДП, потом первичные заявки на пособия по безработице. И я надеюсь, что с учетом вот этих дополнительных вводных у нас с вами будет больше уверенности в том, что мы правильно делаем, закладываемся под рост доллара с учетом сильных макроэкономических отчетов. Ну, теперь давайте поподробнее. Индекс доллара 104.22. В пятницу на низколиквидной торговой сессии, когда вообще не проводились торги долларом, был опубликован отчет индекса PCI, это индекс расходов наличных потреблений. Фактически, рост показателя с 2,4% до 2,5%, но в базовом выражении снижение с 2,9% до 2,8%. Мы ориентировались на то, что по основному показателю PCI могут быть сюрпризы, потому что до этого увидели цифры по росту инфляции, предположили, что в целом тенденция будет общая. И точно знаем то, что даже сам американский регулятор признавал сохраняющиеся инфляционные риски. Все эти отчеты доказывают то, что инфляцию никак не удается взять под тотальный контроль и создать условия, при которых она будет неуклонно снижаться и двигаться целевым ориентиром в 2%. Пока этого не произойдет, у нас четкое понимание и уверенность в том, что американскому регулятору придется делать больше, чем он когда-то планировал. И на текущем этапе делать больше, это как минимум не торопиться со снижением ключевой процентной ставки. Хочу обратить ваше внимание, что с прошлой недели у нас еще сильные данные тянутся по заказам товара длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице и очень сильный отчет по темпам экономического роста, когда американская экономика с учетом квартального роста завершила 2023 год с приростом в 3,4%. Среди комментариев представителей Федрезерва особенно запомнился Кристофер Уоллер, который дал понять, что американский регулятор, конечно же, просчитывал, обдумывал и обсуждал все возможные сценарии. Но пришел к выводу, что на текущем этапе нет абсолютно никакой надобности торопиться, нет никакой спешки. И преждевременное снижение ключевой процентной ставки может привести куда более негативным последствиям, нежели чем удержать ставку высокого в течение более длительного периода времени. Я абсолютно разделяю эту точку зрения и считаю то, что в конечном счете вот похожие тезисы станут основой выступления глава американского регулятора Джерома Паула на последующих заседаниях. И мы будем ждать уже июньское заседание, пока что именно июнь. Это тот самый период, когда начнется долгожданное смягчение экономической политики. Но только начался апрель, у нас два месяца, друзья, чтобы пока, прежде чем перейти к именно шартовым сделкам по американской валюте, попробовать дожжать до тех целей, которые я уже называл в начале своего выступления. Длинные позиции в приоритете. Я надеюсь, что с точки зрения фундаментального фона понятно, почему это так. Золото, новый исторический максимум, 2260 долларов за отройскую унцию. Пока что, опять же, от новых сделок рекомендую воздержаться, потому что рост золота сейчас происходит все-таки на фоне довольно устойчивых позиций доллара и довольно устойчивых позиций американских облигаций. Это немного странно, поэтому коррекция может развиться в любой момент. И если это действительно произойдет, то она может оказаться значительной. Лучше уже понаблюдать за прочими инструментами рынка Форекс, за валютами, активами, за американским фондовым рынком, который продолжает радовать покупателей в соответствии с нашим своим прогнозом уже выше 5300 пунктов индекса S&P. И наша цель 5500 пунктов, где мы точно уже зафиксируемся и будем ждать потенциальный разворот, если он будет возможен. Но пока вот целевоориентир на 5500. Доллар иена 151.40. Почти 9 дней уже флет по этому дуэту финансовых инструментов. Я обращаю внимание на рыночный сантимент. 80% трейдеров находятся в шартовых сделках. Мы идем против толпы, тем более на фоне такого перекоса. И сейчас все еще игнорируем фундаментальный фонд. Но не могу не подчеркнуть, что эта сделка против фундаментального фона. Может быть у кого-то возникнет прям диссонация. И я не настраиваю вас на том, что нужно действовать именно так. Но на мой взгляд, Банк Японии на текущем этапе пока что еще воздержится от валютных интервенций. И можно попробовать подержать пару до уровня 150 и 3 иены за доллар. Биткоин 70500. Продолжаем наблюдать за тем, как институционалы вкладывают деньги в биткоин и ETF фонды. Непродолжительный отток, который продолжался и был зафиксирован всего лишь 3 дня, сменился притоком средств. За выходные фонды ETF было залито еще больше 300 миллионов. Поэтому до хауинга эта тенденция, на мой взгляд, сохранится. И в любой момент биткоин может показать еще один день очевидного, может быть даже более продолжительный период мощного бычьего ралли с ростом на 5-10%. Целевой ориентир в районе 75 тысяч. Британская валюта против доллара 1,2630. Последний опрос ЮГОВ по инфляционным ожиданиям свидетельствует о том, что потребители уверены в том, что инфляция в Англии будет снижаться. И сейчас на перспективу 12 месяцев этот прогноз по инфляции предполагает и снижение до 3,3% с 3,6%. Учитывая признание факта снижения инфляции, учитывая крайне слабые данные по ОВП, которые подтвердили, что британская экономика в рецессии, я думаю, что снижение ставки по сути не с горами и ждем давления на фунт, движение пары фунт против доллара к отметке 1,25. И по европейской валюте похожа ситуация. 1,0786 текущие котировки, роничные продажи по Германии с прошлой недели крайне слабый отчет, который усилил давление на главный валютный риск. Но среди общего фундаментального фона, пожалуйста, стоит отметить комментарий главы Центрального банка Франции Франсуа Велеруа, который подтвердил, что Европейский центральный банк может снизить ставку в апреле, то есть в рамках этого месяца. Будет очень здорово, если такое решение будет принято, потому что в этом случае пара евро-доллар камнем полетит вниз. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!